Сармат Ходзиев, защитник Алани, несколько слов об игре своей команды и игре соперника. Тяжело. Хотел всех поздравить с победой. Весь тренерский штаб, команду. Игра была напряженная, все два тайма, все 90 минут. Была сложная. Очень осторожно команды начинали. В принципе, большую часть матча ввели. Это боязнь, результаты, боязнь, ошибки или же какие-то тактические уловки? Ну, это как бы наш тренерский штаб нам сказал контролировать мяч на своей половине, не бояться. И от этого и складывалась так игра. Спасибо. Несколько слов о сегодняшнем матче, об игре своей команды, игре соперника. Ну, матч был достаточно тяжелый для нас. Вы видели соперник несвойственность для себя манеры, перестроился играть в пять защитников. Ну, не знаю, с чем это было связано, в основном мужской был поединок такой. Понятно было, что до гола. Слава Богу, что сегодня нам удалось забить этот гол. Ребята молодцы, на характере все бились. Большое им спасибо. И удачи Волгарю. Как обычно завершаю, я всегда за Волгарь тоже сердцем. Ну, всю игру мне кажется, что мы давили их. Просто не хватило реализации в моменте своей. И из-за этого пропустили нелепый гол. Не забили свои моменты все. Много использовала команда длинные забросы. Это попытка разорвать оборону Алани или какой-то еще момент? Просто команда Алани, они как-то выше поднимаются. Высоко очень. И из-за этого пытались за спину проникающей туда давать и бежать. За счет чего получалось ликвидировать угрозу флангов от Алани? Мы это отрабатывали в тренировочных процессах. И из-за этого все получалось у нас. Борис Живак, тренер Волгаря. Борис Сергеевич, несколько слов об игре своей команды и игре соперника. Ну, на самом деле, такая игра была до забитого мяча. Кто забил, тот и выиграл. К сожалению, соперник реализовал свой момент. Мы свой момент не реализовали. Претензий к ребятам вообще никаких нету по самодаче, по желанию. Хотели. Тот план на игру, который у нас был, они его выдерживали. И, в принципе, все получалось. Но, опять же, то, что в момент с пропущенным голом остались с десятером. Из-за травмы не успели провести замену и не успели перестроиться. Поэтому, как сложилось, так сложилось. Ничего страшного. Двигаемся вперед. Идем дальше. Сегодня, если я не ошибаюсь, дебютировал Барахоев. Вернулся Сарачан. Как они влились? Как оцените их игру? Ну, Барахоев у нас дебютировал в Махачкале. Он вышел на замену. Сарачан, да, с возвращением. В принципе, это для нас усиление. Да, где-то он сейчас еще не в полных кондициях своих находится. Но ничего страшного. Наберет. Я думаю, что это будет усиление для нас. Игра началась в невысоком темпе. Что это? Осторожность? Какая-то психология? Или, может быть, погода? Нет, это был тактический план на игру.